Первый и последний раз. Быть песчанки, не быть песчанки, это решаете вы. Но такими сходами не собирайте, не смешите. Подожди ты! Вы больше не смешите людей. Правильно. Не смешите. Я вам всё объясняла. Доставили списки по домам, по улицам. Пришёл сейчас каждый. Я понял. Бесульку поставил. Я за. Песчанку. Я против. Сделали счётную палату. Комиссию. Ведите туда всех людей, которые являются вашими оппонентами. Катерину. Чтобы всё было честно. Подсчитайте. Выйдите к людям. Скажите, товарищи, вот у нас столько за, против. Вот решение. И если решение будет за, песчанки стоять. Если против, дальше уже идёт другая процедура, о которой вы прекрасно знаете. Марина Ивановна, извините меня. Вот мы все эти списки сделали. И паспота указать. Все улицы, все дома, все квартиры обозначили, кто собственник, кто не собственник. И мы пришли к такому выводу. Триста, двенадцать человек против сноса. Сто человек за снос. Но есть но. В этом количестве ста человек. Подождите, вот ста человек. Во-первых, записались те, которые не прописаны даже у нас, но проживают. Записались. Мы хотим снос в песчанке. Есть, которые не имеют, живут в общежитии. Но мы записались. Мы будем, мы хотим тоже квартиры. У нас, если за снос, пятьдесят человек. Всё. А три что? Триста человек против. Списки все готовы. Оформляйте на основании этого. И ещё раз объясняю. Нет, я ничего не объясняю. Объясняю. Просто я вам говорю. Сегодня, поскольку сход, здесь такое представительство. Вы фиксируете то, что вы уже собрали решением схода. Объявляется это решение вслух. Если кто-то из тех людей, который недоволен, он может пойти и сход обжаловать в суде. Это его право. Идите и судитесь. И самое главное. Я вам начала говорить про самолёты, которые я хочу. Вы понимаете, не всегда наше желание совпадает с тем, что мы имеем. Не имеет права человек, который здесь не имеет собственности, и права проживать, говорить о том, чего он хочет. Это должны решать те, у которых есть дома, прописки. И воды никто не взял. Я всегда работал в водоканале, когда работал в водоканале, отвозил бутылку воды в лабораторию, на Крупску. Отвозил. Вода у вас отличная. Правильно. Вы послушайте меня-то. Так о чём? Нет, нет, у вас смысла нет. Я же не бойся. Я стройка. Я хочу тут жить. А ты хочешь в город. Я не хочу в город. Не хочу. Мы не хотим в город. А тогда жители земли. Давай. Я родилась здесь в деревне. И наша группа, все коренные жители. Мы все хотим жить на земле. Вы замените нам землю, мы будем жить и всё. А вы не хотите. А вы не хотите. Вы не хотите. Вы не хотите. В 1967-го года ещё больница краевая была крайняя. Советского района вообще не было. Была грунтовая дорога. Когда я приехала в эту школу, я эту школу сохраняю. Столько учеников я выпустила. До каких пор меня духой будет называть Питрена? До каких? До каких пор? До каких пор? Музей создала. На свои деньги дают музей. Солочь тысячи отдала. Посмотрите, какой музей. Я не провожу. Подожди. Раньше было, когда КРАС начинал работать, даже в КРАС. Была кругом вода жёлтая, но окна были жёлтые, а теперь в деревне растут. Я скажу сейчас. Если Киприна обзывает всех, мой сын в КРАСе работает 24 года, он премию получил, а я единая двора, а я обжора. Хожу на третку. Хожу на третку. Не бойся. Я если его не забила, не брать вы. Я если вы. Васила, подбылась. Нет. А теперь с урость. А теперь с урость.